Ты вообще замечала, что счастливые люди обычно живут своей жизнью и никого не трогают, в то время как несчастные бесконечно делятся опытом своего несчастья, гордятся прожитыми годами и зорко следят за тем, чтобы никто из их окружения, не дай бог, не стал счастливым. Пауза. Ярослава Пулинович читает новую, еще не поставленную ни в одном театре пьесу «Свой путь». Публика слушает, затаив дыхание. Молодой известный драматург будто нашла ключ к сердцу зрителей. Спектакли по ее произведениям с успехом идут в разных театрах России. В Иркутском драматическом пьесу «Ярослава из земля Эльзы» поставил Дмитрий Акимов. Эта работа участвовала в Вампиловском фестивале. Играли охлопковцы в присутствии автора. Замечательный ансамбль двух артистов, потому что они в этом спектакле главные, и они работают, конечно, настолько по-настоящему. Наталья Королева просто покорила мое сердце. Это моя история, которая интересует лично меня. И когда я пишу эту историю, я разбираюсь только с собой, только со своими какими-то темами, которые интересны мне. Но так бывает, что эти же темы оказываются интересны другим людям. Драматический театр «Сфера» в Вампиловском фестивале участвует во второй раз. В субботу москвичи представили постановку «Рассказ по Шукшину». Этот фестивальный вечер получился действительно по-шукшински теплым, простым, но при этом вдумчивым. Узнаваемые характеры, душевные разговоры, настоящая жизнь и единение с публикой. Мило то, что Церкашка уже была его женой и изменяла им сурдлявым клоуном. В воскресенье Церкашка доконала плановика. Шукшин – это абсолютный классик, на мой взгляд, понимаете, потому что это автор безумно русский, очень наш и на самом деле очень глубокий. Очень глубокий, с огромным чувством юмора и с очень большой человеческой глубиной и нежностью. Нежностью к человеку. Открытием и откровением шестого вечера фестиваля стал спектакль в Аркутинского драмтеатра. На эту постановку решались долго, говорит режиссер. Прощание с матерой Распутина – огромная, мощная, как сама Ангара повесть. А на сцене – две актрисы, которые исполняют роли десятков персонажей, вкладывая в каждое слово столько боли, будто сами когда-то покинули родную землю. Сплеснулась жизнь на матерой, когда начался сенокот. Пол деревни вернулась на матеру и матера ожила. Пускай не прежний, не текущий по порядку, но все-таки похожий на нее жизнью. Как будто посмотреть и напомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные из подмоги. Почему же так получается на протяжении веков, что русский человек страдает? Помимо этого, сегодня актуальность Валентина Григорьевича Распутина в том, что не надо далеко ходить. Вы посмотрите, что творится сегодня. Конкретно пожары именно в Иркутской области. Наводнение. Сегодня строительство различных полигонов, свалок на русском севере. А закрывали вампиловский фестиваль молодой, но уже легендарной постановкой. Спектакль Башкирского театра Зулейха открывает глаза по роману Гузель Яхиной. Мировая премьера романа на театральной сцене. Постановка обладатель национальной премии «Золотая маска» за сценическое прочтение. Инсценировку написала Ярослава Полинович. За несколько месяцев до начала фестиваля зрители раскупили все билеты. Боль целых поколений звучит со сцены на башкирском языке. История женщины и матери. История огромной страны. 30-е годы 20 века. Расплаченные крестьяне, зэки и бывшие интеллигенты в одном вагоне, в одном направлении — Сибирь. Героев спектакля по сюжету ссылают на ангару в глухой лес. Строить новый, лучший мир. Жернова огромного советского механизма перемалывают всех. В системе все равно — эволюционерты или враг народа. Сидеть! Потапус, сидеть! Марина Беклемишева, Екатерина Нерушкина, Константин Синицын, Павел Рютин. Новости сейчас. Новости сейчас.